Всем огромный привет! В этом видео я вам хочу показать, какая погода на море за несколько дней. Сейчас, после завтрака, я пришла, взяла жезлонг. Думаю, нужно пойти переодеться уже в купальник. Заняла место под грибочком. И буду отвечать... Ой, извините. Какое лицо может быть у женщины на отдыхе, правильно? И буду отвечать на вопросы, касаемые моря, проживания, питания, погоды, условий. Такой свежий воздух сейчас 15 минут 9. Кстати, отвечу на вопрос. Очень многих интересует, как это я так без мужа поехала отдыхать? Знаете, относительно погоды. Я приехала 15 июня, ну, где-то часов 10 утра, да. Я уже была на базе отдыха. Был такой шторм. Правда, было тепло. Я засняла тогда, сколько была температура воды. Вы сейчас это будете видеть. Просто буду ставить вставочки. И такой шторм. Думаю, буду показывать своим, скажут, блин, Таня, опять ты... И начнется. Кто в такое время отдыхает, вам делать нечего, знаете. Ну, думаю, это ладно. Я же ни у кого не буду спрашивать разрешения, когда мне, где и с кем отдыхать. Самой или нет. Поэтому я к этому ровно отношусь. Но такая была погода. Пока туда-сюда походила, пошла в корпус, переоделась, уже и солнышко вышло. Сейчас иду на пляж и покажу вам, какая погода на пляже. Температура воды, воздуха. Это с учетом то, что сейчас утро. Вода 22. И 23-24 градуса. А утром такое пасмурное было. Вот такая вот погода на море. Так, вот мой жезлонг. Будем отдыхать. Посмотрим с вами, какое море. Ой, после вчерашнего шторма столько нанесло водорослей. Ого! Ну что, идемте в воду. Я с телефоном еще в море не ходила. Ого! Ого! Так, надо пойти телефон положить и покупаться. Смотрю на тот номер, там, где мы жили с Владиком. А там после нас никто и не поселился пока что. А откуда я знаю? Там стулья, стул на стуле стоит. Так горничная ставит, когда убирает. Так, вот мой жезлонг. Сейчас сложу телефон, пойду купаться. Да, отличная погодка. Утром столько тучек было. Ну, я вам показывала. Давайте конкретно по датам. Сегодня, вот конкретно сейчас 16 июня. Смотрите, дальше будет видео, чем можно заняться на базе отдыха. Мне там есть в номере давали бумажечки. Я вам буду в номере, покажу чуть позже. По поводу того, у меня спрашивали. Ну, я не буду говорить конкретно. Это было много таких комментариев. Ну, немного, несколько, чтобы точнее быть. И у меня спрашивали, что вы показываете все одно и то же. Море, пляж, песок и то, что вы едите. Другие пишут, ой, нету возможности поехать сейчас на море. Пожалуйста, показывайте как можно больше моря. А теперь у меня к вам вопрос. Вот когда бы вы такое прочитали, какие бы видео вы записывали бы? Я веду свой канал о моей жизни, о моей реальной жизни. Если мы там готовим, мы готовим. Мы убираем, мы убираем. Мы поехали отдыхать, мы поехали отдыхать. И тут ответ идет на следующий вопрос. Почему вы не показываете Кирилловку? Показали бы базарчик и какие там цены. Знаете, я не думаю, что я открою очень-то... А-а-а, большой секрет! А-а-а, я с телефоном! Вау! Вау! Вот это да! Вау, девочки, прыгаем через волны. Я боюсь телефон уронить. Капец! А-а-а! Чего мы там спрашивали? А-а-а! Я приехала отдыхать на вот эту базу отдыха, которой я не делаю рекламу, я просто делюсь, где мы отдыхаем. А-а-а! Знаете, мне не хочется тратить свое время, которое для отдыха, для того, чтобы... А что-то ко мне там пристало на пальце? Ну ладно. Для того, чтобы поехать еще куда-то, снимать Кирилловку. Я не хочу отдыхать в Кирилловке. Я приехала отдыхать на море. Так, зашла я в номер. Кстати, сегодня ко мне утром постучали. Мы хотим картину повесить. Я говорю, пожалуйста, повесили. Хочу сказать, чем можно заняться на базе отдыха. Значит, шезлонги, что касается, вы оплачиваете сразу, или не сразу, как хотите, но, смотрите, один день стоит 45 гривен. Если вы сразу оплачиваете от 2 до 4 дней, это 40 гривен. Ну, в принципе, вы видите. По поводу шезлонгов. Оплачивается у администратора. На пляже вы вообще ничего не платите. Итак, мне дали еще вот такую вот бумажечку расписание развлекательных и спортивных мероприятий. И вот вы сейчас вот видите, вам покажу, значит, что тут есть. Вы можете... Это все абсолютно бесплатно. Я не буду занимать у вас время, зачитывать долгий список. Я показываю. Вы, в принципе, можете это все почитать. И вот я только что была на пляже, и девушка мимо проходит и говорит, аква-аэробика, по записи, но бесплатно, подходите. Я так поняла, что, ну вот, она идет, и ты говоришь, я хочу. И она тогда говорит, окей, записала, подходите тогда-то. А что касается Wi-Fi, меня спрашивали, значит, когда вы заселяетесь, я просто не хочу показать, дается вот такой вот ваучер, и написано номер заказа. Заодно, пока вы мой номер посмотрите. Номер заказа, корпус, ваш номер, с какого по... какое вы задаваете, ну, снимаете или заказываете этот номер, и номер, который Wi-Fi нужно ввести. То есть, не на неделю, не на один день меняется пароль. Пароль дается на срок, оплачиваем вами, вот. Поэтому все в порядке. Ответила на вопросы, и иду на пляж опять. Сейчас после обед пойдем посмотрим температуру воды, воздуха, ну, солнышко, все хорошо. Тура воды 22, не знаю, перемиряли, ну, с утра такая была, ну, сейчас на солнце 34 градуса. Люди на пляже есть, но пошел ветер, ну, такой, с моря ветерок. Так что люди купаются, люди загорают, люди отдыхают. Нормальная погода. Вот вам показываю, нету ни дождей, ничего. Все, все замечательно. Такие розы классные. Такие, они меленькие-меленькие. Я близко просто подошла. И я не ответила еще на один вопрос. Вот сейчас, после ужина, я вышла есть комары. Со стороны лимана их реально много. Когда я ходила снимать лиман, в прошлый мой отдых, можно так сказать, комаров было... Ну, прямо я держу телефон, а на руку штук пять садится. На базе отдыха меньше, но все равно они достают. Поэтому, если будете ехать, берите с собой что-нибудь от комаров. Комары есть. Меня просили показать, как выглядит балкон на первом этаже. Ну, вот, как-то так и выглядит. Выходите на балкон. И такой красивый... Красивые розы. Да, кстати, на балконе стульчики, сушилка. Все как положено. Ух ты, пришла наведаться. Зацвели ли кактусы? Они зацвели. А раньше, вот буквально несколько дней назад, еще не было. Ну, я это вам показывала. Красота какая. Да, кстати, у меня спрашивали, Таня, как ты сама вот решила поехать на море без мужа? А у меня встречный вопрос. Почему нет? Не буду тут говорить такие всякие слова, типа, а как же доверие там? Это глупо. Потому что можно остаться дома. Можно сидеть в упор 24 часа смотреть на мужа. И если там что-то, то оно будет. Так же сама относительно жены. Тут как бы я не только за мужа говорю. Поэтому тут не важно. С мужем. Это предложил муж. Он заботится. Есть возможность. Почему бы и нет? А с какой целью вы интересуетесь, мои хорошие? Потому что, ну, для меня это было крайне странно. Говорю честно. Меня самое больше удивил это этот вопрос. Почему я поехала на море без мужа? Друзья, вот такая вот погода на море за эти два дня я вам показала. Был и шторм. И он по-своему был прекрасен. Водичка была шикарная. Красиво это даже смотреть. И такой, ну, я не знаю, это класс. Сегодня утром я думала, буду ли я загорать. Потому что я вам показывала. Утром пришла, села на шезлонг в шортах, в футболке. И как-то быстро распогодилась. Загорала сегодня на пляже целый день. И вот сейчас после ужина пришла. Не знаю, так захотелось американо с молоком попить. Попила американо с молоком. Сейчас пойду монтировать видео. Какая будет погода завтра. Я не знаю, потому что поживем, увидим. А вообще у природы нет плохой погоды. И знаете, как говорят, каждому свое. Когда кто хочет, тогда тот и отдыхает. Кто как привык, кому как нравится. Главное, чтобы вы от отдыха получали такое удовольствие. Погода шикарная. Море успокоилось. Море тихое, спокойное. Люди даже купаются. Вот так вот.